На этой неделе в Искитиме прошел муниципальный этап фестиваля ГТО. Задача – отобрать сильнейших школьников, которые в дальнейшем будут представлять город на областном уровне. Старшеклассники сдают ОФП, общефизическую подготовку, стрельбу, участвуют в лыжных гонках. Пока одни сдают нормативы, другие разминаются. Участие в муниципальном этапе принимают почти все школы. Команды в основном состоят из спортсменов, поэтому конкуренция за лидерство довольно высока. В первый день старшеклассники демонстрируют уровень общей физподготовки. Юноши подтягиваются, девчонки отжимаются, прыгают в длину с места. Сложности, отмечает Дарья Преступа, вызывает стрельба. Сложнее, наверное, стрельба, особенно когда перед сделал какие-то упражнения на руки. Это сидеть с трясущимися и как-то прицелиться, это сложновато. Лыжная гонка для девушки – самое простое испытание этим видом спорта. Она занимается профессиональным. Не сомневается, что дистанцию в три километра прошла быстро. Впрочем, и с остальными дисциплинами Дарья достойно справилась. Что именно будут учитывать организаторы при отборе старшеклассников, сказать сложно. Обычно областные команды формируются из лыжников, биатлонистов, полиатлонистов. В «Эскитиме» работает только отделение по лыжам. Отделение у нас не маленькое само по себе в ДИС США, порядка 90 человек. Поэтому дети, которые, можно сказать, уже выпускники до школ, 16-17 лет, они здесь представлены, пусть и не в большом составе, но человек 20 их здесь есть. Мы надеемся, что они должны показать хороший результат. Для победы недостаточно хорошо бегать на лыжах или только стрелять, чтобы определить сильнейших организаторов и сопоставить результаты двух дней.